Итак, я бы хотел раскрыть некоторые моменты, да, связанные с тем, что, значит, вы написали, вот, и, соответственно, начнём мы с вами с самого первого, что вы пишете, да, это то, что вы, значит, говорите о стоматологе, да, который, значит, вам стачивает зубы, да, и вы, соответственно, говорите, что вам это наступает. Значит, история здесь такая, что в отличие от, значит, чего-то физического, в отличие от чего-то такого осознаваемого, осозняемого, да, в психологии всё на самом деле не так просто. То есть, совершенно очевидно, что если вы пришли к хирургу, и он должен вам, допустим, исправить позвоночник, а у вас после операции болит спина, да, это очевидно, что хирург был непрофессиональным, и, соответственно, вы либо подаёте на него в суд, вот, либо берёте, ну, выбираете другого хирурга. Вот. А психология всё немножко не так. Дело в том, что всё по итогу упирается, как я уже говорил, в то, что если у вас что-то не получается, да, то есть где-то вы терпите неудачу, то, по сути, меня что-то сложно и больно. Всегда. Так воспринимает человек. То есть, я что-то делаю, я чем-то занимаюсь, у меня не получается, я снова и снова что делаю, мне снова и снова не получается, мне нужно что-то менять, это дополнительные ресурсы, это тяжело и так далее. Но это нужно. То есть, в психологии правильно то, что тяжело. В физической медицине правильно всё, что легко, всё, что безболезненно. Именно в этом и заключается кардинальное отличие. Да? Меняться всегда тяжело. Корректироваться всегда тяжело. Менять своё поведение и свою позицию всегда тяжело. Это нормально. И движет здесь человеком только его осознание того, что то, что он до этого делал, не приносило никакого результата. По сути. И по факту. Так что, здесь момент именно такой. Принципиальное отличие. Далее. Следующее. Вы говорите, значит, о том, что вот я здесь вам... Значит, вы пишите, что... Значит, я говорю вам о том, что, допустим, вот вы не создаёте уют, да, к примеру. То есть, вы говорите, что вот с вами неуютно. Вот. А подобное утверждение моё связано не с тем, чтобы причинить вам какую-то боль, негатив, да, а тем, чтобы указать вам, что это то, что вы даёте человеку почувствовать. Понимаете? И это правда ваша ответственность. Потому что я это чувствую. Так. Но, если я допустил свой другой человек, он идёт. Ему не понравится так существовать. Ему не понравится так взаимодействовать с вами. Ему не понравится так взаимодействовать с вами. Я вам в агрессивной форме не говорю это. Я говорю о том, что получается по итогу. Я говорю, что вот результат, результат, который вы имеете на выходе по отношению к человеку. Понимаете? И, соответственно, соответственно, вы уже сами мешаете, что вам с этим делать. Хотите менять? Меняем. Не хотите менять? Не меняем. Да? Вот. Значит, по поводу с высока. Да? Что здесь история, история следующая. То, что, ну, я вам, в принципе, уже об этом говорил. Да, я говорил вам об этом. Поэтому повторяться здесь, здесь, наверное, смысл никакого нет. Я говорил это про общение. Я говорил это в контексте общения. Что вот у вас не бывает чёрного и белого. Да? Равного общения не бывает. Либо вы выше, либо вы ниже. И... Баланс. Баланс. То есть, если... Например, вот, допустим, как я, да? Я не подавляю вас. Например. Как делает ваш молодой человек, допустим. А я говорю, говорю, что вот, есть такой результат, есть такое, как бы, вот, ну, такие обстоятельства. И всё. Но вы по привычке это воспринимаете, как, например, подавление. То есть, очень много сейчас, очень много сейчас, вы реагируете по привычке. Сейчас это всё привычка, это всё ваши вот привычные модели, модели взаимодействия. Такие. Вот. Потребуется время, чтобы вы научились в этом не видеть негатив. Потребуется время, чтобы вы научились видеть в этом не свысока, не свысока, а указания вам на, допустим, каких-то моментов, да? Вот, как, например, вы видите человека, который указывает вам на ваши проблемы? Как вы, например, его воспринимаете? Мне всегда всегда будет казаться выше, если вы в себе не уверены. Вот. Прямо, понимаете? То есть, как бы, здесь на самом деле всё очень просто. Здесь на самом деле всё очень просто. Если я говорю вам, что с вами неуютно, и я говорю вам это как психолог к клиенту, а не как человек к человеку, что это только для того, чтобы вы имели об этом представление, да? Чтобы вы знали, что такая история есть, либо вы используете это как фильтр, например, для отсеивания людей, либо, либо, соответственно, что-то меняли. Вот и всё. В зависимости от ваших целей. Что касается общения с ВСК, что, ну, поскольку я не ставлю себя выше вас, да? И поскольку я не представляюсь истиной в первой инстанции, а просто использую свои профессиональные знания, то получается, что это вы так воспринимаете меня. Меня. И тут нужно говорить о том, почему вы так воспринимаете меня. А тут нужно говорить о том, по какой причине вы так меня воспринимаете. И в этом смысле это действительно ваша ответственность. Вот. То есть, возможно, вам неуютно. Но почему? Я-то ничего не делаю. Я только стараюсь решить ваши проблемы и чувствую себя неуютно. А вам ощущается наше общение с ВСК. Потому что я пытаюсь решить ваши проблемы. То есть мы решаем с вами ваши проблемы, и я помогаю вам. Вот. Может быть, любого человека, который пытается помочь вам в решении ваших проблем, вы так воспринимаете. И я, например, вывожу только за счет того, что мне посчастливилось зарекомендовать себя как глубокого и проницательного специалиста. Понимаете? То есть тут вот такая история. Далее. Вы пишите. Те, кто зарабатывают без образования, это не я. Те, кто зарабатывают без образования. Но и те, кто зарабатывают с ними, это тоже не я. И почему это не я? Ну, во-первых, я помню, что я говорил. Повторять честно не буду. Могу сказать так. Что дело не в том, что зарабатывают. Вы плохо слушали мой предыдущий ответ. Дело заключается в том, что вы можете работать как угодно. Вопрос в том, с одной стороны, какой это эффект приносит. То есть я говорил, что вы работаете без образования, и судя по всему, судя по всему, а результата эффекта успеха у вас такого, чтобы большого, прямо, нет. Еще я делаю вывод, что, может быть, стоит попробовать по-другому. Вот. Но это по большому счету не важно. Я говорю о духовном росте. Это первое. Вы же здесь зацепились именно за образование. Образование это не сама цель. То есть хотите работать с ним, хотите работать и без него. Это не цель. Меня это на самом деле не волнует. Я это упомянул исключительно только для того, чтобы вы рассмотрели этот вариант и в качестве пищи для духовного роста, о котором скажу чуть-чуть позже. Дальше. Значит, откуда вы знаете, я не говорил ничего по этому поводу. Вы уверены, что не бои. Про то, получится у вас или нет, я лично ввел. Это все ваши интерпретации. Я говорил это в совсем другом контексте. Просто подробно раскрыл. Вот. Значит, председатель вы полагаете, что у меня получится с ним. Ничего выдающихся не добился. Но не потому, что у меня нет образования. Так я никак не делал. Правильно. Вы ничего не делаете. И не делаете вы, потому что у вас есть определенные проблемы. Да? Вот. Определенные проблемы у вас есть. И эти проблемы в данном случае связаны с недостатком личностного роста. Почему я так говорю? Потому что я сижу по тому, как вы со мной взаимодействуете. Да? То есть я чувствую, прям, как вы знаете, детский бунт. Я чувствую детский бунт. Хотя мы с вами не намного, как бы, ну, различаемся в возрасте. Но я ощущаю этот детский бунт. Я ощущаю защиту, постоянную защиту. А это говорит о том, что вы не отделяете, где надо защищаться, а где нет. То есть нет вот этого вот, ну, как сказать, ориентированности в этом. Именно поэтому я и говорю, что данный аспект, данный аспект раскрывается либо при общении с людьми духовно развитыми, духовно образованными. Либо, а лучше всего и, и в процессе, в процессе чтения, в процессе чтения литературы, в процессе изучения литературы. Вот, различные. А это лучше всего делать структурно, и лучше всего это дает образование. Не обязательно использовать образование для работы. Но еще раз повторю, поскольку вы являетесь зависимым человеком. Да? Зависимым. Что? Любая зависимость это недостаток личностного роста. Личностный рост можно приобрести только делая выбор. Сделать выбор можно только если у человека есть четкие ценности. Четкие и всеобъемнейшие ценности. Понимаете? Я не думаю, что вы будете отрицать тот факт, что у вас есть именно всеобъемнейшие ценности. А если они есть, то, видимо, они настолько четкие, чтобы вы имели явную структуру своего поведения и структуру своей деятельности. Понимаете? Еще раз повторяю, вы в данном случае зацепились за то, что у вас болезни. То есть, о чем я говорю? Если вы раньше с своей мамой конфликтовали по поводу, например, образования, но мама хотела, чтобы вы выучили и работали, тем самым пролонгировали ее интересы, или лучше сказать не пролонгировали, неправильное слово, лоббировали. Лоббировали ее интересы. То есть, чтобы за счет вас самоутрудиться, мол, вот какая у меня дочь образованная и т.д. и т.п. Вашего развития, исключительно в контексте решения ваших проблем. Я думаю, что я, опять же, в своем предыдущем ответе раскрыл то, что дело не столько в самом образовании, то есть, не в дипломе, не в книжечке. Дело именно в изучении трудов, в общении с людьми, в освоении навыков выражения своих мыслей. Ну, потому что придется писать, поработать и т.д. Вот это важно. Это то, чему вы, скорее всего, не научитесь. То есть, вы не научитесь получать новые знания, вы не научитесь эти новые знания пропускать через себя, и на основе этих знаний выводить что-то свое. А это очень важно. Понимаете? Вот именно только это, что представляет из себя основу для личностного роста, именно это вам нужно подобразовать, а не работу. Да? Вот. Вот. Ну, понятно, что у вас образование, вами образование принимается исключительно негативно в виде определенной свободы. То есть, не свободы. Вот. Определенная, ага. От определенной не свободы. Дальше. Образование гарантированно дает доход. Спрашиваете вы? Да, гарантированно, если человек что-то делает, если человек не сидит на одном месте, если человек активно предлагает усилия, если он борется за свои права, то есть, как бы, ну, если он требует, да, если он вот ищет, если он работает, то да, это всегда гарантированно дает доход. А, значит, в вашем мире люди пишут, что вы без образования, сидят безработные, посыл безработные, самые простые, работая не в профессии. Это люди, которые не ценят себя, не уважают себя, не борются, у нас такие люди тоже есть, но это не пример для подражения. А, за 30-40 тысяч месяцев я не знаю, как можно в Европе, а я не говорил про Европу. Я говорил о том, что если вы приедете к маме, если помните, в самом первом тексте вы писали про то, что вы собираетесь летать, поэтому я говорил исключительно только про Россию, я не говорил про Европу. Вот. А вот тут вы пишите, что я не из России, если что, и была там всего раз. А, опять же, а, как бы, здесь, возможно, моя непоработка, что я не спросил, откуда вы, но, могу только сказать, что люди достаточно негативно воспринимают такие вопросы, поэтому я стараюсь их избегать. Вот. И тот факт, что вы говорите по-русски, ну, в принципе, означает, что вы живете в СНГ, да? Вот. Ну, в любом случае, в любом случае ориентироваться нужно на минимальный или средний заработок в вашем, вот, именно в вашей стране, где вы живете с мамой, вот так скажем. Вот. Значит, ну и, соответственно, тут вы мне, как бы, тут вы пишите, да, здесь, это абсолютно не имеет никакого смысла, потому что, если вы, как, ну, если вы из другой стороны, да, то есть, если вы из Прибалтики, то, соответственно, то, что я говорю, да, не имеет никакого смысла. Вам безусловно понимать, что у меня этой информации нет. Поэтому, почему вы это пишите, я не очень понимаю, да, так же, как я не понимаю, почему вы говорите, что перспективы учебы минимум четыре года ради 30 тысяч, а вас их вообще не вдохновляют. Во-первых, а если вы в Прибалтике, то учеба будет не ради 30 тысяч, а ради именно ваших зарплат, которые есть в вашей стране и в вашем городе, это первое. Второе. Я не говорил учеба ради денег. Я сказал учеба ради минимального дохода. Но это не главное, я сказал учеба ради личностного роста. Понимаете? Здесь вы меня неправильно поняли. Точнее, поняли то и поняли так, как у вас болезнь. Понимаете? То есть, вы взяли за основу то, что я считаю, что вы из России, и опирались на российские, как бы, ценные расценки. Перенесли эти российские расценки на европейские в Прибалтику, и из этого исходите. Это ложный посыл и логическая ошибка. Вот. Соответственно, еще раз посмотрю, откуда у вас такие данные, что в вашей стране учеба 4 года приведет к 30 тысяч, мне неизвестно, но даже если учеба в вашей стране приведет к 30 тысяч, то цели являются не деньги. Цели являются не деньги. Очень многие взрослые люди, а старше 20, ну, 20, наверное, 2-3 лет, а то и 20, участвуют и уже работают. Так что учеба делается здесь не ради денег. Вот. Это я, как бы, делаю здесь не в доходе. Дело здесь именно в, еще раз повторяю, для вас именно в личностном росте. Вот. Значит, да и сама я, да я сама не зарабатываю стабильно этих 30 тысяч, но только потому, что не прилагаю, не прикладываю достаточную усилию. А достаточную усилию вы не прикладываете, потому что, потому что, у вас нет для этого ресурсов. То есть, вы не определились, опять же, со своими ценностями, так, кем вы вообще хотите быть и что вы вообще хотите делать. Опять же, для этого не хватает кругозор. Однако, живу я на широкую ногу, можно сказать, и как от этого отказаться сложно. Но, в самом деле, не сложно, если вы поймете, что живете, не вы живете, а вас обеспечивают. Это, по сути, по сути, как жить в долг. И это одно из проявлений личной границы. То есть, если я живу в долг, да, если я живу за счет другого человека, при том, что с этим человеком у меня отношения явно не складываются, и с этим человеком у меня явно проблемы, то я живу, по сути, за... как бы я живу в долг. Это значит, что я прямым образом нарушаю свои личные границы. Вот и все. Опять же, вы можете сделать выбор в другую сторону. Вы можете сделать выбор в сторону того, что я буду жить все равно на широкую ногу. Живите, если хотите. Это ваше право. Делайте ножку в другом. Делайте ножку в другом. Да? Вот. Дело в том, о чем я говорю. Дальше. Вы пишите, красивая жизнь не то, что мне нужно, не спорю, может быть, но красивая жизнь это всего лишь внешность. Если за этой внешностью нет духовной составляющей, то все это всего лишь ширма. А ширма, как известно, имеет свой выцветаж, выгорать, надоедать и так далее. Еще раз. Если за красивой жизнью, какой бы она ни была, да, нет духовной составляющей, то все это рано или годно просто лопнет. Либо вам будет безмерно скучно, и вы впадете в еще более сильную депрессию. Вот. Либо вот это все просто начнет раздражать куда сильнее, чем то, что есть сейчас. Ведь сейчас вы живете на широкую ногу, а все равно несчастливы. И это связано не с отсутствием у вас каких-то вещей, да, это связано с тем, что у вас в душе комфорта нет, в душе гармонии нет. А это не связано с красивой жизнью, не связано с деньгами, не связано с одеждой. Вот и вся история. А так хотите жить красиво, пожалуйста. Так, сейчас хочу дома моря красивую фарфоровую посуду. Но опять же, опять же, такое впечатление, что этим вы компенсируете то, что вам не хватает душа. То есть все это круто, все это здорово, то, что вы хотите красивую фарфоровую посуду и дома моря. Вот это замечательно, но, во-первых, во-первых, гармония в душе, да, личный комфорт, психологический комфорт, психологическое здоровье. Вот, а второе, второе, это возможность, то есть если, предположим, вы хотите жить за счет кого-то, супер, живите. Ну, важно, чтобы опыт человека были довольны. Либо чтобы вы удачно вышли замуж, там развелись, или что-то такое. Чтобы вы получили, ну, чтобы у вас были средства. Но не чтобы проживание, да, не чтобы цена красивейшей жизни была так высока, как это сейчас происходит. По сути, сейчас своим здоровьем, своим психологическим здоровьем вы расплачиваете за красивую жизнь. Если вы считаете, что это того стоит, пожалуйста. Но мне кажется, что нет. Хотя, еще раз повторю, это ваш выбор. И если ради психологического здоровья нужно будет отказаться на время от того, что вы имеете сейчас, мне кажется, это того стоит. Но, опять же, это вам решат. Могу только сказать, что если я, что считаю, как психолог, что ради обретения духовного наполнения вам придется отказаться от каких-то материальных благ, я вам это порекомендую. Ваше право, значит, прислушиваться к этому или нет. Исключительно ваше. Ваше право. Дальше. Все остальное для меня уже будет шагом назад. Знаете, в шаге назад ничего не страшного, если у человека все в порядке. Завернется в себе, если он знает, для чего этот шаг назад делается. И если он, у него все в порядке с самооценкой. Поэтому ничего страшного, шага назад нет. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Опять же, здесь у вас немножко детских позиций. Не шагу назад, это принципиальность. Это, опять же, как бы недостаток. Недостаток духовного дополнения. Понимаете? Вот. Не то, чтобы это плохо. Не то, чтобы это плохо. Не хотите делать шаг назад, да пожалуйста, не делайте. Но, в таком случае, посмотрите на сцену. Если вы не сделаете шаг назад, сможете ли вы себя поменять? Сможете ли вы восстановить свое психологическое здоровье? Вы поймите. Поймите. Я психолог. Я не коуч, я не педагог, да. Я не, не там, не знаю, кто еще. Меня волнует только ваше психологическое здоровье. Все, что я говорю, исключительно в этом контексте связано. Не больше и не меньше. Поэтому, когда я говорю, что нужно иногда сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед, я говорю, исключительно в контексте психологического здоровья. То есть, если вы считаете, что ваше психологическое здоровье от этого шага назад не прибавится и вы лишаете себя возможностей, пожалуйста. Если вы считаете, что личностный рост вам не нужен, пожалуйста. Но в таком случае ваши возможности для обретения независимости будут достаточно узкие и, по сути, сведутся все к совершению определенных действий. А вот эмоции и чувства по-прежнему будут для вас, по сути, неизведанным местом. Вот. Вот уже второй раз. Я получил в жизни всё, чего я хотел, но только через другого человека почему-то. Ну, потому что, потому что у вас нет ресурсов для того, чтобы самостоятельно этого добиться. Хоть он был никем, сидел у наших родителей, потом начал успешное дело, и мы из вонящей общаги за пару лет переместились. Сначала ставим кустырку, потом квартиру с огромной террасой, с видом на море, бассейном, с парламой и прочим. Это хорошо. Вопрос в отношениях. Про 40 тысяч я ещё раз сказал, что если, знаете, всё это, да, огромный дом, точнее квартира, огромная терраса, вид на море, это круто. Но это всё не ваше. Это всё не ваше. И коли уж вы зависимы, и коли уж вы хотите быть независимыми, то нужно, чтобы что-то стало вашим. А для этого, как правило, люди начинают с малого. Нельзя сразу, сразу самостоятельно оперировать большими суммами, большими объёмами и большими жилплощадями. Всё начинается постепенно, постепенно. Поэтому если вы хотите стать финансово независимыми, то начинать нужно со самой. А это ещё раз, шаг назад. Обязательно, шаг назад. Ну, про 40 тысяч я уже говорил. Всё хочу развиваться. Всё верно. Вопрос в том, как. Вопрос в том, так, в том, как. Значит, спорт не развивает умный, а не прав, я получил кучу знаний о правильном питании, технике йоги, эндокринности и т.д. Окей. А как это помогло вам лучше понять себя? Мозг это может быть развивает. Но... Только... Мозг это может быть развивает, но только как развивает вашу мозг физическую? Я люблю кино. Окей. А какие выводы вы делаете из кино? Какие вы смотрите фильмы? Что вы извлекаете для себя из этих фильмов? Вы занимаетесь музыкой? Хорошо. Что занимаетесь музыкой? Что вам это даёт? Какие чувства вызывает? Что вы из этого для себя приобретаете? Увлекаясь кулинарией? Супер. Для чего? Психология? Психология вам категорически противопокажет. Потому что вы не можете увлекаться психологией, будучи клиентом и имея проблемы. Простите, но это так. Учил английский. Учил с видеомонтажем. Как же это не расширять гугавер? Гугавер это может расширять. Это просто знание. Это повышение эрудированности, но это не духовность. Это не духовность. Понимаете? Это не духовность. Я говорю о духовных ценностях и культурных ценностях. Понимаете? Я говорю про общение с соответствующими людьми. Чтобы у вас были соответствующие, достойные кумиры. Люди, на которых вы ориентировались. Понимаете? Духовные я имею в виду лидеры. Вот. Я сам очинился от техники, фурнитуру и фурнитуру даже. Это все здорово. Еще раз. Это повышает вашу эрудированность. Это повышает количество... Количество ваших знаний. Но это не прибавляет духовной глубины. Судя по тому, как вы реагируете на какие-то вещи. Судя по тому, как вы взрываетесь. Судя по тому, как вы защищаетесь. Нормально? Вот и все. Вот и все. Омега самостоятельный человек в этом плане. Это супер. Это значит, что вы подготовлены к жизни. Но без духовной глубины вопрос инструмент. Духовная глубина – это голова. Духовная глубина – это компьютер. Это управляющая система ценности и ориентиров у вас этого нет. И не случайно. Потому что все, что вы изучаете, не способствует появлению этому. Этого, точнее. Я все могу сама и ремонт сделаю и приготовлю. Очень вкусный народ. Я сама буду блестать меня в страну и завещаю от него. Правильно. Потому что у человека духовные ориентиры есть, а у вас нет. И если так сложилось, что у человека эти духовные ориентиры были изначально, то вам их нужно получать. Получать их можно, еще раз повторю, либо от духовно наполненных людей, либо, а лучше, и из духовного обогащения культурными ценностями человека. Да? Вот об этом я и говорю. И это не увлечение психологией. Психология – это именно овладение знаниями, овладение наукой. Тут нужна структура, направление, учитель. Понимаете? Вот и все. Я хочу простыни с шелковой. Знаете, мне дает хлопок. Я хочу одеваться не в Эйч Энт Нихим, то есть Айдоль Шегабана. Ради Бога. Вы поймите, ради Бога. Но еще раз повторю, это все не более чем ширма, это все не более чем внешний вид. Если за внешним видом не стоит ничего, если за внешним видом не стоит духовного фундамента, то вы все равно будете всегда от кого-то зависеть, все равно будете чувствовать свою несвободу. Вот и все. Если вы готовы за свою несвободу платить красивой внешностью в своей жизни, пожалуйста. Тогда не надо говорить, что вы не свободны. Тогда не надо говорить, что вы зависите от него. Тогда это та цена, которую вы платите. А если вы не хотите беззависимо, то двигаться вам нужно само, и для этого нужен свой путь. А для этого начинать нужна сама основа. Вот и все. Естественно, хотелось бы вас, и это плохо. Для вас это плохо. Потому что вас это не привело к опыту, к получению опыта, к развитию духовности, к развитию ориентиров, к развитию ценностей. Вот и все. Как бы. Потому что человека обогащают именно неудачи. Человека обогащает борьба. Но не та борьба за выживание, которое вы можете привести. Не та борьба, как у вас происходит с мамой, или не та борьба, которая у вас происходит с другими людьми. Человек обогащает неудачи на своем пути. На своем пути к развитию. Вот. Тогда казалось, что это совершенно нереально. Это означает мне в какой-то мере верить в эзотерику. Хотя, словно, меня так. На своей шкуре я пытался, что если есть потребность, то это сбудется. Что я могу сказать? Все здесь так же. Если вы верите в эзотерику и это приносит вам счастье, то пожалуйста. Пока я вижу только то, что счастье, о котором вы говорите, не наступило. То есть все, что вы хотели, сбылось, а вот внутренней гармонии так и не наступило. А все почему? Почему? А все почему? Потому что ваше стремление к красивой жизни, ваше стремление к богатствам, к шоку и так далее, это естественно. Когда у человека нет духовной ценности, человеку хочется материальной ценности. Потому что в глубине это души пустота, и эту пустоту постоянно нужно заполняться. А если человек духовно полон, дух духовно развит, то богатства становятся не нужны. С ними, конечно, хорошо. Если это действительно ваше, вы к этому все равно придете. Важно понять, насколько это истина. А понять истина это или нет, вы сможете только развив духовность. А духовность разве, еще раз повторюсь, без образования и без именно учебы у людей, да, не получится? Вот и все. У самостоятельности есть ограничитель. Самостоятельность хороша, когда у человека есть четкая цель, четкий ориентир. Человек знает, чего хочет, у него есть своя ценность, и тогда самостоятельность действительно может сыграть очень полезную роль. В вашем случае это не работает. Вот и все. И вы на землю опускаете. Да, я не опускаю вас на землю. Я говорю, я исхожу из ваших желаний. Я говорю, что если вам не нравится, что вы зависит от человека, для этого нужно сделать то-то, 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 то-то. Потому что независимый может быть тот, у кого есть свой фундамент. Свой фундамент это не деньги, это не красивая жизнь, это не одежда. Свой фундамент это духовные ценности. Понимаете? А их у вас нет. Поэтому вы. Поэтому вы и зависите. Вот. Ну, правильно. Тридцать тысяч. Я вам уже сказал. Здесь их вы вырвали из контекста и, значит, переложили на, ну, недостаток информации о вашем проживании. Где вы живете? Вот. Что касается того, что вам тридцать, еще раз повторю. Еще раз повторю. Возраст не имеет значения. А период расцвета человеческих сил длится с сорока лет до пятидесяти, пятидесяти пятидесяти пяти. Поэтому у вас еще времени стоит очень много. Дело здесь не в возрасте. Дело здесь не в возрасте. Еще раз повторю. Вы видите, каким путем вы идете сейчас. Вы видите, к чему это приводит. У всего есть своя цена. Если вы хотите стать независимой, за это придется выкладывать определенную цену. Если вы не готовы эту цену вкладывать, это ваше право. Еще раз. Нельзя научиться сразу управлять большими объемами. Может быть и можно, но риск... Может и можно, но слишком велик риск. Риск не получится влететь в долги, разочаровываться и так далее. Поэтому безопаснее, начинается нал. Вот и все. А начинается нал, можно в любом возрасте, быстрее добьетесь всего. Если вам было двадцать, двадцать, вы бы добивались всего дольше. А так у вас есть куча навыков, которые вам пригодятся. А знаете, честно скажу, у меня такая аллегория, что вы инструмент без руки. У вас есть здоровое тело, у вас есть прекрасная ориентированность в деятельности, технической, практической. Вот. У вас есть навыки общения, у вас есть навыки всего. У вас есть навыки вообще всего. Вы много в чем разбираетесь. Но нет, нет руки, которая бы направляла вас. Это и рука не появится, если вы добьетесь, если вы будете одеваться где-то в таком месте. Вас внутри это не изменит. Ваша душа это не изменит. Хотите одеваться, надевайте. Хотите, хотите щелк, пожалуйста. И весь вопрос, вопрос в цене. Весь вопрос, делает ли это вас счастливой надолго. Ведь человека делает счастливым только движение вперед. А движение вперед можно только в духовном мире. Не в материальном. Понимаете? Либо в духовном, либо в власти. Вот. То есть, либо духовное развитие, либо власти. Вот и все. Вот. И что вы выберете, вам решат. Могу только сказать, что стремление к власти, если это будет ваш выбор, я вам не помогу. Вот и все. Вот так. Вот. Надеюсь, что ответил. Надеюсь, прояснил ваш момент. Знаете, как вам сказать? Не пытайтесь что-либо доказывать мне. Да. То есть, такое впечатление, что вы хотите по всем аспектам, да, мне это же доказать. Мне же не нужно. Но не нужно, чтобы вы доказывали мне что-то. И мне вам доказывать тоже, что на самом деле не нужно. У меня все очень просто. Вы живете в своей жизни. Вы жили до меня больше четверти века. Вы будете жить после меня. Моя цель решить ваши проблемы. Вы приходите ко мне, вы говорите, Андрей, у меня есть такая-такая проблема. Я, как специалист, смотрю, говорю, для лишения проблемы, то-то-то-то-то. Вы либо соглашаетесь, либо ищете другого специалиста. Все. Больше никаких разговоров нет. Так поступают взрослые люди. То есть, то, что делаете вы, это, не знаю, какая-то детка. Это, не знаю, какие-то доказательства, какой-то спор. Это даже не дискуссия, это спор. Потому что дискуссия предполагает понятие позиции другого человека. Вы же пытаетесь только доказать, что ваша позиция верна. А это уже не дискуссия, это уже спор. А спор бессмысленный. Я же понимаю вашу позицию, говоря, что вот в контексте вашего отношения к образованию, к материальным благам, там, к всему. Я говорю, что это здорово. Что это меня, как психолога, интересует духовное ваше наполнение и психологическое здоровье. Все, что вы описываете, ни того, ни другого не дает. Вот и все. Вот и все. Ага, и на этом, на этом, я думаю, пока можно закончить. Вот. Надеюсь, надеюсь, что прояснил немножко ситуацию. Поехали. 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 Поехали.